с вами академия сайтов меня зовут николай и мы продолжаем обучаться по javascript но есть одно но это видео оно рассчитано конкретно на мою практику здесь мы не будем решать задачи а здесь я буду чисто практиковаться ну то есть также буду писать код точнее переписывать его за ботом вот этот код и обязательно комментировать без комментариев здесь не получится поэтому эти видео будут находиться в другом плейлисте давайте сейчас открою плейлисты и она таким видео будет находиться в категории так как этого плейлиста как это так как в этом плейлисте нет видео поэтому она не отображается скажем так он называется это лично и лично и обучение ну как так в принципе сейчас не столь важно вот это первое второе пока что у нас готовы только вот и страниц как бы те кто смотрит мои видео знает что я рисую поэтому до конца дня вот это ведь вот эту я нарисовал вчера сегодня я буду рисовать категорию формата так секунду либо контакты либо основные сведения надо подумать потому что документы уже готовы давайте мы их пометим отлично вот и сегодня я должен нарисовать еще одну максимум две страницы больше не успею поэтому потому что я не дизайнер я больше программист ну что же поехали так открываем наш редактор это наше задание и читаем задание созданием объекта питомец создайте функцию такую-то которая принимает два аргумента name и type так секунду это и не те задания это нам на мы начнем вот с этих заданий то есть общего в этом видео у нас будет 30 заданий я хочу просто набить руку и попрактиковаться вот задание создать функцию которую принимает два аргумента имя и возраст функция должна возвращаться объект с этими данными поехали получать создал новый документ здесь ничего сейчас нету и мы начинаем практиковаться то есть мы создаем функцию будем каждый этап проговаривать назовем ее create person и передаем параметр такой как ними печь внутри данной функции нам необходимо использовать оператор return и передать информацию из ответ так быть важнее интереснее ну и точнее то есть ключ значение запомните ключ и значение а если на русский язык перевести то это скажем так это переменная а здесь сюда помещается перемену которым мы передаем объяснить правильнее там ну а сейчас практику память и также указываем печь печь сохраняем теперь мы создаем константу в нашем случае константа будет называться также персон то есть именно ну да просто персон и здесь нам необходимо создать и равнять значение той информации которой мы хотим передать функцию то есть в нашем случае мы приравниваем значение персона так 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 и передаем значения в нашем случае сначала алекс передается потом даже подсвечивает нейм и дальше нам необходимо указать и и количество лет поэтому нажимаем кнопку таб и тут указываем 25 сохраняем теперь же мы можем вывести блок обращаемся к функции и персон персон обгодить то есть он мне предлагает просто вывести здесь функцию и персон мы же функцию чтобы запустить нам необходимо так сделать обычно так тоже сработает не сработало мы где-то допустим ошибку давайте посмотрим те им функция create person name age return name name age age константа персон приравниваем значение create person передаем параметр алекс и 25 консоль лог консоль лог а извиняюсь мы здесь просто передаем значение значение константы персон да вот где моя ошибка была просто ранее когда я обучался мы немножко другом делали да и сейчас у нас появилось name александр и age 25 то есть как это работает когда мы давайте немножко даже переделаем да чтобы более интересно было мы не будем создавать новую константу вот так вот так мы не создаем новую константу а просто в консоли вызовем эту функцию данные параметры и у нас сейчас получится то же самое вот именно так я ранее и обучался не совсем понятно почему почему он нам таким образом показал ну то что возможно так делать сказать вот так другими словами мы просто приравняли это значение которое здесь появится к этой константе и вывели консоль лог так отлично это задание сделано теперь давайте мы это все закомментируем создаем функцию и передаем пока enter и и и и и и и и и давайте мы скобках напишем ключ значения и смотрите когда мы передаем александр и 25 вот именно александр попадает вот в эту переменную а 25 предпредмена так получается что наш ключ это александр а наша то есть количество лет 25 то есть он просто их меняет просто до этого физически запомнить так хорошо так это наш первое задание сделано теперь мы это все закрываем и давайте мы делаем еще как задание 1 теперь все это мы комментируем и переходим к следующему заданию напишите функцию которая принимает объект и возвращает значение его свойство name то есть мы сначала создаем функцию и передаем туда параметр object обж далее мы возвращаем обж и . name то есть у нас должна быть некая некий объект где указывается это значение а это мы стоим функцию а нет нет передаем параметр общим далее мы возвращаем значение обж . не освоить какой у меня самый салт теперь мы создаем константу у нас этой константом это написать в консоли обращаемся к переменной кирпный так секунду кирпный так 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 а вот и мальчик так 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 интересно таким образом он выведет но есть проверка 25 сохранить то есть так как мы возвращаем только имя он сейчас нам должен вывести только александр а давай так давайте еще раз где-то на им есть нам надо терять объект а мы передаем строку и число поэтому этот вариант там не подходит здесь давайте мы напишем персон а здесь мы создаем константу персон и передаем туда параметр такой как нын нын так и эй будет так вот теперь у нас все должно заработать вызываем name александр эйджи 25 хорошо но это не все нам нужно вывести именно объект поэтому вместо персон мы здесь прописываем get name person и тогда у нас сейчас все должно заработать запуск все он вывел только александр задание выполнено теперь оставляем комментарии и переходим к следующему заданию и здесь нам также необходимо написать задание сейчас буквально два-три задания сделаю и полностью разойдусь и уже не буду косячит надеюсь так вдвоем констрацию get name и передаем параметры об возвращать так секунду возвращаем а значение объекта общ нет как конец возвращаем только имя переменную и у объекта а в нашем случае общ да и ребят кто первый раз смотрит это видео и не понимает каким образом здесь мы указываем общный а здесь мы прописываем персон как так и почему это работали просто запомните а но мы передаем параметр там и мы с ним работаем только здесь вот в этой функции когда мы прописываем get name то есть вызываем функцию и прописываем параметр которые мы передаем то есть нашем случае параметр это объект где мы передаем два значения name и age тогда вот это значение точнее вот это значение она передается вот сюда и дальше уже с ним начинает работать то есть я тоже когда начинал не совсем понимал как это работает и честно чат бота просто доставал чтобы он мне объяснил наверное с четвертой попытки все таки до меня дошло вроде мелочь да а я человек такой мне надо несколько раз объяснить для того чтобы я понял как это работает так так что ребят если вы вдруг что-то не понимаете как это работает главное не опускайте руки сейчас двадцать первый год и ой двадцать третий год и есть чат бот да 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 с вами константа отца как правильно называется это получается объекта в объекте есть ключ и значение когда ты качка с ключом и значение и здесь нужно подправить константу и приравниваем объект и значит вот отлично на что раз это не завершено закрываем и открываем 3 напишите функцию которая добавляет свойства country в переданный объект давайте напишем вот это мы как бы наверное вот так лучше сделать вот так создаем функцию называем ее а д д аккаунты логично может быть таким образом научусь и писать слова без ошибок а у м и передаем два объекта объект об 2 объекты два параметра объект объект каунтри здесь же нам нужно необходимо обратить обратиться к объекту и вывести мы обращаемся к объекту а конкретнее обращаемся к значению каунтри каунтри и приравниваем каунтри что здесь происходит смотрите да мы будем передавать значение сюда передаем два значения это два параметра объект и каутри каунтри здесь же мы обращаемся к объекту и смотрим что у него находится в значении то есть ключ значения каунтри и приравниваем туда значение каунтри и после этого нам необходимо вывести объект обратно сохранить теперь давайте создадим эту константу лицо начинается здесь мы необходимо создать объект указываем name александр пусть будет и age пусть будет 25 как обычно сохранить все отлично то есть заметьте у нас в объекте изначально нету каунтри да ключ значения а для этого мы запускаем консоль и здесь сначала обращаемся к функции все правильно так 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 сначала передаем за константу нам тут персонок и дальше передаем уже страну давайте посмотрим как это будет работать ну в нашем случае пусть это будет страшно и теперь давайте посмотрим что он нам выглядит выдуваем александр h25 каунтри хорошо вопрос откуда там три призна как бы мы здесь его не передаем мы передаем сначала объект а потом уже передаем каунтри то и другим словами мы изначально создали некий объект с двумя значениями этими ильч после этого вызываем функцию сначала передаем ему эту константу то есть от константа записывается в категорию объект а то что идет дальше система автоматически понимает то что это относится к каунтри потому что стоит через запятую здесь все логично и просто надо запомнить и всем а далее уже по правилам скажем так то есть мы здесь обращаемся к объекту находим значение каунтри и приравниваем значение каунтри который передается вот отсюда из логично надо был логично сначала пишется константа переменная да и после этого с функцией на здесь видите вам наоборот поэтому немножко запутано ну вот теперь давайте мальцию за комментируем как обычно создайте кунтируем передаем два значения два параметра на 1 честно запомнить то что это параметр объект и каунтри обращаемся где кто а внутри а у на обречаемся к объекту а точнее проверяем не проверяем а его же изначально нет как правильно писать что по-русски было то есть мы обращаемся к объекту и ищем там значение каунтри то есть неважно какое значение будет изначально пустое или не пустое она все равно заменится и после туда приравниваем значимым каунтри переменный так что было более красиво сохраняем возвращение значения ок украине и все просто создаем константа и приравниваем значение объекта и и не обращаемся к функции а дэ дэ до дэ 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 параметра а константа персон и я пытаюсь писать максимально по-русски максимально четко чтобы люди которые будут смотреть это они это понимали так все это задание мы сделали это мы фиксируем комментируем и переходим к четвертому заданию нам надо делать их 30 не знаю смогу не смогу вас не хватит у меня на это времени но украинцы напишите функцию которая проверяет существует ли переданное свойство в объекте о как смотрите они здесь используют метод раз ован проперти надести я правильно прочитал то есть если я правильно понимаю они ставят функцию has property передает два параметра общ и под продать и хорошо далее возвращает этот объект который передали здесь и проверяет есть ли там значение прогресса и как я понимаю здесь работает болевое значение то есть один либо нет один или 0 и либо true false либо да нет аналогию вы поняли ну что же попробуем я такой еще ранее не использовал и это будет довольно интересным задаем функцию называем ее 1 2 параметры обжитки и про карте и теперь возвращаем смотрел за написал я хочу сам написать передаем облик только 1 property здесь придаем про карте а с овань вот так вот она вещь то данную систему она неправильно писал овм 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 и все правильно то есть мы здесь вызываем метод хас овен про карте без своим константам перслан вы сильно это константу мы должны будем передавать и и своему значение объекта из приравниваем значение объекта к этой перемене где будет на им бы выведем и page нашем случае будет будет 34 и честно перри вызываем консоль здесь прописываем значение перемены хас про карте и передаем два параметра 1 этот персон то есть передаем эту константу и второе мы передаем мы и второе я не смог дублировать но я хочу написать вручную ас property сон здесь у нас должны писать труда здесь у нас false давайте проверим что у нас из этого получилось он написал труду на и печь меньше есть а позади надо адрес написать когда true false должен быть на руку фолс теперь давайте мы это все закомментируем создаем функцию и ас property с параметром облик хорошо возвращаем значение параметра кубочек и используем метод хасов проберть метро а сам в прокурте параметра пробертик отлично думаю максимально русской по-русски я написал домой вы поймете так даем константу сон назначение и здесь вопрос на выбор пишет вызываем консоли вызываем данную функцию и так он целью раз передаем параметр сон отлично это задание сделано ничего трудного просто надо запомнить что у нас появился новый метод называется has of property другими словами, если перевести на русский язык то он проверяет есть ли в данном объекте данное значение если да, то true если нет, то false здесь работает болевое значение так, это мы все комментируем переходим к следующему заданию до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»